РБК Павел, спасибо большое, что согласились уделить время РБК и ответить на наши вопросы Давайте поговорим о digital в контексте вашей компании Расскажите, пожалуйста, как все началось и как вы набирали обороты Моя компания называется Fedotov Studio Понятно, кто я там Я основал эту компанию три года назад, но до этого сам занимался как фрилансер Такой единоличный специалист, который делал все Потом понял, что мне нужны помощники Взял себя одного, второго, третьего Потом уволил парочку Потом еще команда разрослась И теперь мы занимаемся продвижением все так же в социальных сетях Но набрали себе еще несколько диджитал сфер Которые неразрывно связаны с интернет-продвижением SEO, контекстная реклама, сайт-строение, приложение и так далее Нам недавно исполнилось три года Праздновали, стреляли друг друга Поздравляю вас Расскажите, пожалуйста, насколько охотно компании в Новосибирске Идут на этот шаг создания и вложения денег именно в диджитал среду Я иногда смеюсь, что к нам приходит в последний момент Вот когда уже все, когда уже прям поджало, все горит Тогда приходят к нам, помогите, пожалуйста Идут охотно и спрос большой С некоторыми компаниями, которые к нам приходят Ну мы говорим, что мы, к сожалению, не можем помочь Или к счастью не можем помочь вам Иногда и такое бывает Спрос хороший Потому что люди наконец-то начинают просыпаться И понимать, что даже с хорошим продуктом, без маркетинга очень тяжело Расскажите, пожалуйста, какие тренды существуют сегодня в социальных сетях И какие из них применяют на профессиональном уровне Я сейчас буду повторять то, что говорят обычно диджитал-маркетологи, директора и так далее Ну что, это дополненная реальность Сейчас производство масок для Инстаграм Которые меняют нашу внешность Сглаживают кожу и так далее Доступно практически каждому За три часа можно разобраться, сделать собственную маску в свой профиль Бренды на этом работают Икея, вы знаете этот проект с Икеей Когда они там с помощью дополненной реальности Можно прям в свой интерьер примерить какую-то мебель И это будет набирать обороты Разработка идет полным ходом Когда будет одежда у нас, флаг для ногтей Прически разные Примерять прям в социальных сетях по кнопке Видео, естественно, тренд никуда не уходит Уже много лет Видео набирает обороты У людей все так же расфокусированное внимание Или, как я иногда говорю на своих курсах, мякушка в голове Люди не готовы долго вчитываться Не готовы воспринимать сложную, долгую информацию Поэтому видео, как такой очень визуализированный Мультиканальный, что ли, канал донесения информации Оно будет в тренде Яркие впечатления, быстрые реакции Баннеры, резкая смена кадров Все это будет в тренде Один пост Сколько занимает времени у зрителя И сокращается ли это время? Да, по-разному В зависимости от фракции Кто-то делит на Y и X поколения Они по-разному все это смотрят Сейчас я могу сказать, что время сейчас уменьшается И если раньше нужно было 2-3 касания с человеком сделать Чтобы он принял решение, сейчас говорят о 30 и больше касаний То есть у людей внимание намного короче стало И что с этим делать? Дожить! Можно, конечно, с этим бороться и говорить, что как все плохо И что люди у нас глупеют Но что теперь? Это просто наша реальность Некоторые воспринимают это как кризис, как кризис маркетинга, как кризис восприятия Это не кризис, это просто новая реальность То есть у нее нужно встроиться, понять ее правила Можно их, конечно, чуть-чуть скорректировать Но понять, принять и работать в этой сфере И учиться за доли секунды монтировать кадры Ну, в том числе, да Сегодня все говорят о поколении Y и Z Как вы считаете, действительно ли они меняют будущее? Так, ну тут надо оговориться, что надо очень с большой долей На мой взгляд, с большой долей оговорок подходить к этому распределению Y и Z и так далее Но если так вот делить людей на поколение То это люди, которые прямо сейчас взрослеют Особенно Z Прямо сейчас взрослеют, прямо сейчас привносят новый контент Большую долю контента, а не в сетевое пространство Привносят Ну и это такие деятели, которые сейчас делают настоящее Но они будут в будущем Иксов скоро не останется Это как-то не грустно, да? Не, правда, шуточки шуточками Но поколение Z это те люди, которые Будут делать наше будущее Они сейчас вырастут И они вырастут вот с этой короткой памятью С этой быстрой реакцией С этой возможностью быстро обрабатывать информацию Быстро обучаться Схватывать все на лету Но без возможности, например, усваивать какую-то сложную информацию Ну вот, как бы Специфика времени Специфика времени, да И они, конечно, будут влиять на все продукты Которые мы будем воспринимать То есть, ну, например Вы знаете, что сейчас там фильмы вертикальные начали Да, например, монтировать, перемонтировать Там ночной дозор скоро выйдет в вертикальном формате Насколько я помню Бекмамбетов обещал Они меняют мир То есть люди, которые живут в смартфонах Которые очень быстро жрут информацию Меняют мир Агентство по продвижению сотни, если не тысячи По каким механизмам происходит конкурирование И как у вас обстоят с этим дела? Мне очень тяжело называть своих коллег конкурентами Вот, потому что, ну, мне повезло Мы пришли вот в эту растущую волну Она до сих пор растет И это коллеги Мы с ними встречаемся Я очень рад, что у нас, по крайней мере, у нас здесь в Сибири Этот рынок, я думаю, что и там тоже На Западе Этот рынок, он такой Очень органично слаженный То есть мы действительно Мы общаемся абсолютно откровенно Рассказываем про свои кейсы Про свои методики Делимся опытом То есть у нас такая, ну, живая коммуникация Взаимодействие И, конечно, есть, ну, такая Прямая конкуренция В прямом понимании этого слова Когда там кто-то у кого-то Компании забирает Ну, это все тяжело, потому что маркетологи понимают Вот ты тут раз взял выгоду себе Кому-то, ну, здесь Кому-то сделал плохо И вот моментальная выгода Она тебе порушит ими в будущем Вот, порушит твою репутацию Как могут тебе люди доверять свой бизнес, свое дело Если ты со своими коллегами поступил и так нехорошо Мы это понимаем Потому что мы с этим работаем Это маркетинг, это пиар Это взаимоотношения с людьми И поэтому бережем свой рынок Конкуренция у нас есть, конечно Мы должны выделяться Но она у нас не агрессивная Она у нас такая Это проколида Как вы отслеживаете предпочтение аудитории И как понимаете, что будет в тренде с автором? Новостные ленты Новостные ленты и блоги Когда меня спрашивают Что почитать про социальные медиа Какую книжку почитать Я все время отшучиваюсь И говорю, что книги про социальные сети Они устаревают на этапе издания Поэтому ленты, новости, блоги Тех ребят, которые погружаются в этом Сильно, сильно глубоко Постоянно работают Ну и как поколение Z Огромный массив информации Которых просто перегоняются Она складывается в какой-то единый портрет Единый какой-то информационный блок Даже иногда не помню, откуда я это прочитал Просто вокруг себя создаю инфополе Согласны ли вы с тем, что человек из сферы диджитал Должен работать как швейцарский нож И должен уметь все? Это такая прям очень большая тема для беседы И очень больная тема для беседы Потому что, если вы поговорите с предпринимателем Или с работником маркетингового отдела в какой-то компании Вы узнаете, что маркетолог Это очень абстрактное понятие Это какая-то химера, которая умеет и визитки печатать И стратегию разрабатывать И на него скидывают все подряд Сделай резюме, пожалуйста, мне, это маркетолог Наклей наклейку на чайник Это маркетолог, естественно Давай выведем наш товар на международный рынок Ну, к маркетологу, конечно Маркетинг до сих пор дисциплина такая Не до конца оформленная И поскольку он включает в себя и социологию, и психологию, и дизайн И экономику, и все остальное Эта дисциплина, в общем, она очень сложная И включает в себя все подряд Поэтому до сих пор определить, чем же должен заниматься по-настоящему маркетолог Не там маркетолог-аналитик, например, да Не контент-менеджер, не копирайтер, не дизайнер Ну, крайне тяжело Найдите дефиницию в словаре, я вам скажу большое спасибо То есть это все-таки швейцарский нож? Вот лучше, пока что, да Если маркетолог, то это швейцарский нож Тут главное специализацию себе выбрать Я маркетолог-предприниматель Да, наверное, меня так можно Потому что, ну, ручками уже делаю не так много Ну, там, стратегией занимаюсь И там, контролирую процессы Но я как предприниматель могу понять других предпринимателей Которые ко мне приходят Есть у меня таргетологи, которые тоже маркетинг Но они настраивают рекламу в социальных сетях Есть контент-менеджеры, которые тоже маркетинг Но они занимаются совершенно другим делом, нежели таргетологи И вот как понять, кто такой маркетолог? Не знаю Какие сегодня соцсети в топе и кого из них больше аудитория? Чем пользоваться? Ну, не пользуйтесь ничем Это время для вашего головного мозга Курпатов говорит о том, что белого вещества вам становится меньше Да, ну, Инстаграм Инстаграм, он набирает обороты Он умеет коммерциализироваться Вы знаете, у него проходят изменения Убирает лайки, убирает там счетчики другие Для того, чтобы вывести малых блогеров вперед Для того, чтобы опять зарабатывать больше денег На площадке Инстаграм Выходит также вот этот хайповый За счет своей огромной рекламной кампании Это, кстати, такой удивительный прецедент О нем тоже можно отдельно поговорить Тикток набирает обороты Китайцы Ну, вообще, Инстаграм Вот, это такая ключевая сеть Очень быстрое восприятие Сильно попадает в ту методологию Не знаю, в ту форму, как люди сейчас воспринимают контент Очень быстро, очень красиво Вот формат сториз они внедрили Безумно крутой от Снапчата Забрали его Быстрое потребление яркой информации Это Инстаграм Ну, вот, пожалуйста Немного философский вопрос Когда мы наиграемся в диджитал И эта сфера пойдет на спад? Мы сейчас... Можно перенести просто научную фантастику Которая развивается то в одну сторону То в другую То в положительную То в отрицательную Перенести сюда вот на сферу диджитал тоже То есть может так случиться Что мы найдем какой-то путь Встанем на эти рельсы Когда социальные сети те же самые Будут удовлетворять всем нашим потребностям Прям напрямую в мозг нам посылать Как электронные сигналы И мы будем все чувствовать И нам больше ничего не надо будет Мы будем счастливыми людьми Абсолютно аморфными И нам не надо будет напрягаться Для того, чтобы получить удовольствие И какую-то положительную информацию А может так случиться Что нам действительно это все надоест И мы пойдем обратной волной От противного И у нас случится какой-нибудь Страшный переворот Когда мы абсолютно Будем как-то детокс Диджитал детокс у нас начнется Когда мы будем отстраняться От социальных сетей Будет все лампово Мы вернемся к письменам на бумаге Будем друг другу таким образом Почту отправлять Черт его знает Я думаю, что соцсети своего не упустят Они любят деньги зарабатывать Поэтому они будут отвечать Нашим низменным запросам Быстро получить удовольствие Быстро получить информацию И делать так, чтобы мы как можно больше там сидели Поэтому, наверное, все-таки этот вариант Павел, спасибо большое за интересную беседу И желаю вам успехов Было очень приятно познакомиться и пообщаться Спасибо А я тоже